Спасибо большое. Друзья, всем добрый вечер. Ну что ж, на самом деле, перед началом лекции хочу вам сказать два слова, очень важных, наверное, в любой лекции. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы у нас с вами возникло какое-то взаимодействие. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы их запоминайте. Возможно, записывайте. Так как у нас трансляция, я просто посоветую Илье здесь. Давайте попробуем, да. Спасибо. Запоминайте, записывайте. Я буду очень-очень рад ответить на них в конце нашего с вами сегодняшнего мероприятия. Ну что ж, начнем, пожалуй. Вообще, вопрос о том, кто такие микробы и как человек познакомился с ними, он крайне дискуссионный. Поскольку событие это произошло очень-очень давно. И, наверное, стоит начать с того, вообще откуда на нашей планете микробы-то появились. Вот, если честно, на этот вопрос у ученых до сих пор нет какого-то однозначного, радикально точного ответа. Есть несколько теорий о том, что микробы были занесены из космоса вместе с метеоритом. В принципе, есть этому объективные доказательства. Есть теория о том, что жизнь зародилась на нашей планете. Так называемая теория коацерватов или коацерватных капель, когда в маленьких липидных капельках формировался комплекс ферментов разных запасных веществ. И постепенно из этого возникла микробная клетка, бактериальная клетка. Но доказательств как таковых однозначных и четких все-таки нет. Но мы достоверно точно знаем, что примерно 3-3,5 миллиарда лет назад, а наша планета появилась около 4 миллиардов лет назад, сформировалась как такое небесное тело, микробы появились на нашей планете. И сразу как-то начали взаимодействие с биосферой. Если честно, за примерно миллиард своего существования они обеспечили прохождение всех био- и геохимических циклов, которые, в принципе, существуют и до сих пор. То есть это первые обитатели нашей планеты, которые остались, если честно, почти что в неизменном виде. Первое значительное достижение микробов, помимо их появления, стало образование кислородной атмосферы. Если честно, мы не можем заглянуть настолько глубоко вглубь веков и тысячелетий, что мы не можем сказать, кто все-таки нашу атмосферу сделал. Мы точно знаем, что это были цианобактерии. Это микроорганизмы, которые способны были за счет солнечной энергии синтезировать себе различные питательные вещества. И побочным продуктом такой химической реакции был кислород, который они запустили в атмосферу и дали начало другой жизни. Если честно, это было ритуальное убийство себе подобных микробов. Дело в том, что до этого большая часть бактерий была так называемыми анаэробами. То есть они существовали без кислорода, могли разводить химические реакции без окисления кислородом. И появление таких цианобактерий создало первую эволюционную катастрофу. То есть наша планета изменилась до неузнаваемости. Анаэробов стало очень мало, и они поселились в каких-то очень, скажем так, зонах далеких и очень узких. Зонах далеких от роникновения кислорода. Сейчас их на планете очень-очень мало. Если говорить о микробах дальше, говорить о бактериях дальше, ну давайте, наверное, подумаем о том и посмотрим на то, вообще, как они устроены. Если говорить с ненаучной точки зрения, бактерии — это такой вот мешочек, ограниченный клеточной стенкой, довольно ручной, который содержит в себе, скажем так, довольно большой набор ферментов и набор генетического материала. Вообще биологическая классификация подразумевает, что все живые организмы делятся на две такие большие группы — это эукариоты и порокариоты. Если мы говорим о микробах, о микроорганизмах, то это сборное, как говорят ученые, нетоксономическое понятие. В микробы входят как грибы и простейшие, так и бактерии и архии. Самый главный критерий микроорганизмов — это их размер, очень-очень маленький, невидимый глазом чаще всего, но бывают исключения, об этом поговорим позже. Среди эукариотов к микроорганизмам относятся грибы и простейшие. Вообще слово эукариот подразумевает то, что у клетки есть четко оформленное ядро, такая вот оболочка внутри клетки, где сидит, находится наследственная информация в виде ДНК. Вот у эукариот такая наследственная информация расположена, скажем так, вот посередине клетки, по центру клетки. Малознакомые, наверное, обычно, может быть, из школьного курса иногда касаются этого понятия, малознакомая группа архии. Они очень сильно отличаются от бактерий с точки зрения биологии и очень слабо отличаются от них внешне. В основном это обитатели экстремальных условий, этих микроорганизмов так называют экстремофилы. Дело в том, что они предпочитают либо какие-либо горячие источники, либо любые условия, где есть высокая температура, например, высокая кислотность, то есть там, где другие микроорганизмы по факту не обитают. Если честно, архии — это самые близкие родственники тех самых микрооробов, тех самых бактерий, которые появились на нашей планете изначально. Несколько фактов, наверное. На данный момент вся наша планета сплошь, полностью и целиком заселена микрооробами. От, скажем так, Эвереста до самой-самой низкой точки нашей планеты — Рианской впадины. Наверное, я даже не знаю, я не могу сейчас представить какое-то место, где на нашей планете не искусственно созданное человеком, где нет микрооробов. Только, может быть, в каких-то биологических лабораториях, в полностью стерильных условиях микрооробы, может быть, отсутствуют. Это не факт. Пакующиеся формы так или иначе могут там появляться. Размеры микроорганизмов, собственно, тех животных, я не знаю, тех существ, о которых мы с вами говорим, на самом деле очень-очень отличаются. От десятых долей миллиметров до десятых долей микрометров. Микроорганизм Тиомаргаритонамебиенсис — это такой микроороб, который занимается окислением серы. Живет он, из названия, наверное, понятно, в пустыне Намипо. И его можно увидеть глазом. Размер 0,75 микрометра. Ну, вот, скажем так, на величине булавочной головки, можно сказать. А вот микроплазма гениталиум — это один из самых-самых маленьких микроорганизмов. В целом ее размер составляет порядка 1-2 микрометров. Микроплазма — это клеточный паразит. И, собственно, ее размер обусловлен вот таким вот образом жизни. Она паразитирует в клетках человека, млекопитающих различных животных. И, собственно, ей для жизни ничего не надо. Ей для жизни нужно только место, ее хозяин, собственно, чужая клетка. Поэтому она такая маленькая. Ну и суммарное число клеток микроорганизмов на Земле, суммарное число клеток бактерий оценивается порядка 4-6 на 10-30 степень микроорганизмов. Это число, которое постоянно живет на нашей планете. Естественно, что они сменяют друг друга. Скорость деления бактериальных клеток может быть крайне высокой. Самая известная бактерия — рихиокулик, шечная палочка, которая живет, в принципе, в каждом из нас, скажем так, делится она со скоростью 1 раз в 20 минут. И есть такая занимательная статистика, скажем так, что если бы микрооробы делились постоянно, и их рост ничего не ограничивало, то в течение суток они бы покрыли нашу планету слоем примерно 1-2 см, может быть, даже больше. Но, к счастью, такого не происходит. И мы с вами живем в принципе в мире бактерий, даже не замечая их. Единственное, если они не касаются нашей с вами жизнедеятельности. Давайте попробуем взглянуть вглубь веков немножечко. И поговорить о том, вообще, как человек познакомился с микроорганизмами. Я задам вам вопрос, наверное. Как вы считаете, что изображено вот на этом, ну, конечно, не фотографии, на этом рельефе из Месопотамии? Как вы считаете? Микроскоп, так. Может быть, еще какие-то идеи? Ингалятор. Ага, возможно. Да, вы, наверное, больше всего близко к истине, на самом деле. Именно так, именно так. На самом деле, если говорить научно, то это первый биотехнологический эксперимент. Человек познакомился с микрооргами очень давно. Порядка 4-5 тысяч лет до нашей эры. Это был вот такой вот возраст. И это была Месопотамия и древний Египет. Конечно, когда я говорю, что человек познакомился с бактериями, это не значит, что он их увидел. Он впервые познакомился, скорее, с продуктами их жизнедеятельности. Вот на этом рельефе изображен такой вот биотехнологический эксперимент, когда вельможа из Месопотамии, соответственно, его подчиненные, скажем так, предложили попробовать новый напиток, продукт. Похоже, скорее всего, на современное пиво, возможно, немножечко. Вот таким вот необычным способом. Внутри кувшина находился сам продукт, полученный путем выражения. И, соответственно, вельможа использовала рубочку для того, чтобы его употреблять. Сделано это было для того, что первичные такие продукты были очень мутными, и в них было очень-очень много пены, поскольку человек по факту некогда ролировал процесс ферментации. И вот, соответственно, он пробовал вот таким образом. То есть человек познакомился с микрооргами, не зная о том, кто это такие. Расходило, на самом деле, это очень просто. Обычно какие-либо соки или, может быть, напитки хоронились. В подвалах, вот таких вот кувшинах. И постепенно, по действиям микрооргов, если они ранились там довольно долго, они начинали бы родить. И после того, как это кто-то пробовал, ну, в принципе, вкус людям понравился. Скажем так, эффект употребления тоже был ничего. Ну и, в общем, технологии развивались и дальше. Если продолжать тему, то вот на этой вот картине одного из средневековых художников по фамилии Горюцнер, если я не ошибаюсь, картина называется «Римонаха». Изображено это «Римонаха». И они, по большому счету, тоже проводят вот такой вот биотехнологичный эксперимент. Дело в том, что процесс рожения, процесс производства хлеба, пива и других, например, кисломолочных продуктов, он передавался из поколения в поколение устным способом. В основном, конечно же. И в средневековье именно монахи стали коллекционерами, скажем так, и передатчиками вот этой вот культуры, ну, скажем так, биотехнологической культуры. Дело в том, что почему такие напитки и такие продукты были популярны вот в средневековье именно у монахов? Почему именно на них была сконцентрирована технология? Дело в том, что, конечно же, они соблюдали пост. И если говорить о современной точке зрения, то продукты, полученные микроорубным синтезом, они обладают огромным количеством преимуществ. Монахи не могли употреблять какие-то мясные продукты. Естественно, у них рацион был довольно ограничен. Поэтому у них возникал, скажем так, на биологическом уровне недостаток важных каких-либо элементов, питательных веществ, минокислот, витаминов и прочее. Микроорубные продукты, естественно, дают такое восполнение большим количеством питательных веществ. Ну, соответственно, вот они хоронили их и передавали из поколения в поколение. На самом деле, это, конечно, не очень вяжется с общей концепцией той религией, которая доминировала в то время. Но об этом есть очень занимательная история. Дело в том, что немецкие монахи очень долго размышляли о том, насколько вообще правомерно им употреблять продукты, содержащие какое-то количество алкоголя. И в конце концов они решили, что Папа Римский должен утвердить, скажем так, на законодательном уровне, могут ли они это делать во время поста. И для этого они собрали к нему целую экспедицию, сварили несколько сортов пива, запечатали их в такие вот кувшины и повезли в Рим. Средние века с дорогами было не очень, с транспортом, в общем-то, тоже пиво ехало очень долго. Когда Папе Римскому доставили этот напиток, он, естественно, его попробовал и сказал, что, в общем, такую гадость, в принципе, пить-то можно, даже в пост. И вот так монахи стали абсолютно легально и законно продолжать данную культуру пивоварения и создание биотехнологических продуктов. А вот эта фотография сделана в французском селе под названием Рокфор-Сен-Сюльзен. Я думаю, из названия, в принципе, понятно, что производят в данном селе. И по сей день, на самом деле, там производят продукты уже молочно-кислые, в основном это сыры, типа Рокфор или Горганзолы, полученные в ферментации с помощью плесневых грибов. История их создания тоже, на самом деле, не то чтобы детективная, но довольно интересная. Дело в том, что вокруг этой местности очень много горы и пещер. И разводят там в основном овец. И, соответственно, из молока, для того, чтобы сохранить вообще как-то молоко, конечно же, пытались сделать продукт, который хранится как можно дольше. Жители данной местности уже умели делать сыры без применения, скажем так, микробных технологий. И данные сыры были очень важным компонентом их пищи. И вот так вот один из... Есть такая легенда, что один из пастухов взял с собой в качестве рекуса кусочек сыра овечьего, ушел пасти тех же самых овец, его застал дождь в какой-то момент. Он зашел в пещеру, чтобы его переждать, покушал, но немножко сыра у него осталось. И он оставил его в пещере для следующего рекуса какого-либо. Возможно, когда-то ему пригодится. Это ушел. Соответственно, недели две его, как говорят, не было. Когда он вернулся в тоже дождливую погоду, чтобы пересидеть дождь, нашел свой запас сыра и увидел на нем плесень. Это была благородная голубая плесень. Сейчас-то мы знаем, что это микроорганизм под названием пенициллиума рокфлорти, из которого получает большую часть вот таких вот сыров. Но он это делал по-робову, в принципе, ему понравилось. И вот так вот началась культура производства с плесневых так называемых сыров. На самом деле, примерно в середине 17 века эпоха взаимодействия человека с микро-робами. Без непосредственного, скажем так, их незнания она, наверное, закончилась. На этом рисунке изображен Антони Ван Левенгук, нидерландский или голландский, наверное, исследователь, который впервые увидел микробные клетки. Дело в том, что он занимался вообще изготовлением линз по профессии. Он, скажем так, был оптиком, ну и ученым, наверное, как и большинство, так сказать, известных людей того времени. Он вытачивал линзы и пытался увидеть, разглядеть как можно меньше объекта, объекты с минимальным размером. Именно он сконструировал так называемый микроскоп оптический и увидел как раз бактериальные клетки. Для того, чтобы их увидеть, он исследовал очень-очень-очень большое число различных веществ, жидкостей, в том числе биологического расхождения. И, в общем-то, открыл, что микро-рубы вообще окружают нас повсюду. Он же, кстати, открыл, например, растительные клетки, посмотрев под микроскопом срез, если мне не изменяет память, либо листа, либо коры дерева. На самом деле, как и все ученые, Антони Ивана Львенгук был тоже очень, скажем так, любознательным человеком. И вот в то время, когда он исследовал искалы разных микробов, находящихся в различных веществах, он исследовал и зубной налет в том числе. И он открыл одну интересную закономерность. Дело в том, что после одного из, как говорит опять же легенда, после одного из, скажем так, мероприятий, проснувшись утром, он выпил горячего кофе. Считается, что говорят, что он любил очень-очень горячий кофе. И, соответственно, после того, как он его выпил, он решил посмотреть в очередной раз налет зубов, которые, собственно, были таким образом, скажем так, работаны. Он поместил зубной налет в микороскоп и увидел, что микоробы, которые в расстах до этого находились в живом активном состоянии, в этом случае были абсолютно неподвижны. И, соответственно, понял, что тепловая работка может так или иначе микорубов-то убивать. Но, к сожалению, либо время, либо, не знаю, может быть, его склад дома не позволили сделать ему каких-то дальнейших выводов о том, как можно избавляться от микорубов. А вот ученые уже XIX века пошли еще дальше. На этих фотографиях изображен Роберт Кох, он находится справа, это немецкий микорубиолог, и Луи Пастер, это микорубиолог-француз. Вот они, на самом деле, внесли в современную микорубиологию на самом деле наибольший, наверное, вклад, и мы знаем микорубиологию вот именно такой, которую они ее создали. Известны эти ученые тем, что работали они в очень широком поле деятельности, но главными, наверное, их открытиями было открытие болезнетворных микорорганизмов. Именно они впервые доказали, что микорубиологи могут вызывать инфекции. И сейчас для доказательства этого, собственно, используются так называемые постулаты Коха, которые названы в честь Роберт Коха. И они пытались исследовать то, как можно эти инфекции либо лечить, либо рачать. Вот Луи Пастер занимался, скажем так, больше пищевой биотехнологией на стыке с инфекционными заболеваниями. Считается, что родительство Франции обратилось к нему, и французские виноделы обратились к нему с просьбой о том выяснить, почему вино начинает родить, прокисать, то есть как-то бороться с болезнями вина. И он выяснил, что действительно эти болезни вызывают особую группу микорорганизмов. Сейчас они называются ацетогенами, которые переводят обычный этиловый спирт в уксусную кислоту, из-за этого вино портится, его невозможно пить. И он выяснил, что путем нагоревания до 50-70 градусов можно от этих бактерий избавиться. Такой процесс сейчас называется пастеризацией. Его широко используют в промышленности, и по большому счету он позволяет избавиться от активных живых клеток микорорганизмов, оставив там небольшое количество покоящихся форм. И таким образом позволяет продлиться ранение практически любых пищевых продуктов. Роберт Кох занимался немножко другую историю. Он занимался в основном лечением туберкулеза. Именно он выяснил, что туберкулез вызывается, сейчас мы говорим, палочкой Коха, микробными клетками, собственно, вызывающими данные заболевания. И пытался найти подходы к лечению вообще любых инфекционных заболеваний. Но уже после был открыт процесс вакцинации, когда за счет использования биологической жидкости, которая контактировала с микробами, можно было предотвратить развитие заболеваний. Ну и вакцинация, как вы знаете, до сих пор используется очень успешно. Именно благодаря ней, наверное, спасено самое большое число жизней, наверное, наряду с антибиотиками, которые заболевали чуть позже. А вот на этих двух фото изображены тоже два исследователя. Одного из них, я думаю, вы знаете, он очень известен, это Илья Ильич Мечников. Слева, а на втором фото болгарский ученый, врач, наверное, в первую очередь, Стаменко Ригаров. Он известен намного меньше. Чем занимались два этих великих, можно сказать, ученых? Стаменко Ригаров, он болгарин по национальности. Обучался он в университете и исследовал процесс сквашивания молочнокислых продуктов. Дело в том, что в Болгарии, наверное, как и у нас, кисломолочные продукты очень и очень популярны. И считается, что в горных районах, в том числе в районах, где люди употребляют большое число кисломолочных продуктов, количество долгожителей очень и очень высокое. На тот момент, когда жил он, это было начало 20 века, количество долгожителей в Болгарии было примерно 4 тысячи человек. Это число на самом деле очень и очень большое. Сейчас оно очень сильно увеличилось, до десятков человек на тысячу. Тогда это было очень много. И он задался вопросом, а может быть, как-то употребление определенного вида продуктов способствует долголетию человека. И, соответственно, исследовал жителей той местности и непосредственно продукт, который они получали. Это был йогурт. Получено сквашивание молока по факту оставления молока в теплом месте на какой-то сорок. И после чего там получалось, я не знаю, в современном виде, это, наверное, была бы какая-то растокваша, больше всего похожа. Такой вот продукт. И он, будучи микробиологом, врачом, смог выделить из этого продукта микробов, бактерий. Сейчас мы их называем лактобациллами. И это были лактобациллы вида Дельберюки, как раз сквашивавшие молоко до вот такого продукта. Об этом открытии узнал уже наш ученый Илья Ильич Мечников. Стаменго Ригаров направил ему свои изыскания по этой теме. Он пригласил его в Париж. Стаменго Ригаров читал там замечательную лекцию местным ученым о своем открытии. И Илья Ильич уже взял его, так сказать, в разработку. Конечно, известно оно не только открытиями в области микробиологии, но и в том числе открытиями в области иммунитета. Но это уже предмет, скажем так, другой дискуссии. Что было по итогу понятно? Что эти ученые открыли то, что микроробы способны сквашивать кисломолочные продукты, быть ответственными за производство продуктов данного типа. Плюс ко всему была найдена абсолютно четкая закономерность, что потребление такого вида продуктов способствует долголетию. Вот Илья Ильич до конца жизни, жил он довольно долго, порядка 80 лет, не помню, к сожалению, точную цифру, всю жизнь он потреблял и чистую культуру этих бактерий, и кисломолочные продукты, но, в общем, был вполне себе счастлив. Едем дальше. На самом деле изучение микроробы продолжается и теперь. И еще Илья Ильич установил, что они очень важны в нашей с вами жизнедеятельности, в любых, на самом деле, аспектах нашей жизни. И если говорить о том, что нашу планету покрывает огромное число видов бактерий, то человек в этом плане абсолютно не исключение. Микроробы, в принципе, населяют нас, я не знаю, уместно ли такое слово, но населяют они нас со всех сторон. Несколько фактов, опять же. Примерно от 2 до 15 тысяч видов микроорганизмов обитает в теле человека. Число это, если честно, очень большое. Ученые 20 века считали, что в нас с вами обитает буквально видов сотни микроорганизмов. Дело в том, что число 15, а где-то в литературе встречается число 20 тысяч видов, оно получено с помощью так называемых методов высокоразводительного секвенирования. Дело в том, что микроробы, несмотря на жизнь на всей планете, они существа довольно капризные. И если мы попробуем выделить микроробов с тела человека или из его продуктов жизнедеятельности, если сказать, так сказать, общими словами, то вырастет на питательных средах, на чашках петари, на основном инструменте микрооробиологов, ну, скажем так, сотни, может быть, микроробов. Может быть, 200 видов, но не больше. Большинство из них нужно особые условия для роста. И вот эти методы высокоразводительного секвенирования, они позволили установить, что микроробов гораздо больше, чем мы думали. Сейчас их число абсолютно точно тоже на самом деле неизвестно. И они позволили установить число этих видов без их выращивания непосредственно в лабораторию. То есть непосредственно из-за бороцов каких-либо веществ. Мы, каждый из нас с вами, носит порядка двух килограммов микроробов каждый день. У кого-то это число больше, у кого-то меньше, может быть, полтора килограмма килограмм. Но, если сказать честно, микроробы у нас с вами — это целый, скажем так, орган. Если говорить, опять же, биологические медиармины. Ну и, наконец, примерно 100 триллионов клеток бактерий находятся в каждом из нас. Это в 10 раз больше, чем наших собственных клеток. Казалось бы, почему так много? Ответ очень прост. Клетки микроробов намного меньше, чем наши с вами клетки. Размером, ну, я думаю, что размером раз в 10-15, не меньше микроробная клетка, меньше, чем наши с вами. Поэтому их умещается вот столько в нашем организме. Естественно, учитывая то, что они постоянно делятся со скоростью порядка раз в 20 минут. Тело человека, как я уже сказал, это настоящий дом для микроробов. И ученые, которые пишут такие, знаете, статьи на ранненаучной фантастики, говорят, что, может быть, не мы с вами управляем нашим организмом, а вот микроробы управляют нами. Такие вот мы с вами биологические машины управляем такими организмами. Не знаю, насколько это правда, но попытаемся с вами выяснить чуть позже. Главное место обитания микроробов в нашем с вами теле — толстый кишечник. Именно там находится большая часть микроробов, порядка вот тех самых полутора-двух килограммов. Но тело человека в целом не исключение. Очень много их на коже. В принципе, во всем пищеварительном теракте их довольно большое число. Считается, что в принципе кровь человека стерильна, но есть статьи, опоргающие данный тезис. Опять же, различные биологические жидкости человека тоже считаются стерильными, но это понятие довольно условное. Также следует сказать еще об одном факте, наверное, имеющем важное значение для медицинских микроробиологов. Дело в том, что микроробы в целом, неважно, обитают они на теле человека или где-то еще, делятся на две очень большие группы физиологические — анаэробы и аэробы. Аэробы — это те микроробы, для которых важно наличие кислорода. Они без него не могут. Они с помощью него проводят процессы окисления, ну, собственно, как и человек на самом деле. А вот вторая группа — это анаэробы, способные окислять вещество без использования кислорода. Большая часть микроробов в нас с вами является анаэробами, живущими в нашем с вами кишечнике, поскольку воздуха там, по большому счету, нет. Но еще одним удивительным фактом является то, что микроробы на коже человека, большинство из них, порядка 80% тоже, как это неудивительно, являются анаэробами. То есть существуют без кислорода. За счет, скажем так, складчатости структуры нашей с вами кожи. Функций микроробов в теле человека огромнейшее количество, но о них мы с вами тоже поговорим чуть позже. Возникает логичный вопрос. Как вот это все великолепие, такое большое разнообразие, порядка 20 тысяч видов микроробов в нас с вами появляется. Это вопрос точно так же дискуссионный на данный момент, но мы точно знаем, что в теле человека микроробы появляются в момент его рождения или, возможно, даже раньше. Во-первых, это питание с молоком матери. Считается, что, опять же, существуют статьи, в которых постулируется, что молоко матери нестерильно. В нем есть лактобациллы, которые первично заселяют организм вот такого молодого человека. Плюс ко всему, в момент рождения происходит, наверное, максимальное обсеменение тела ребенка микроробами. Ну, наверное, я не буду вдаваться в физиологические подробности, но позже, опять же, мы увидим, откуда все эти микроробы там берутся. А что еще стоит сказать? Первично, конечно же, в теле человека поселяются лактобациллы и бифидобактерии. Такие вот две основные группы. С бифидобактериями есть еще один интересный факт. Вы наверняка слышали о том, что нитараты являются довольно опасными соединениями для человека. Максимально опасными нитараты являются именно для детей грудного возраста. Дело в том, что в их теле, в их кишечнике бифидобактерии, можно сказать, преобладают над всеми остальными. Так вот, бифидобактерии умеют разводить такой процесс, как восстановление нитаратыонов. Они переводят нитаратыоны в нитариты, соединения, которые являются очень токсичными для тела человека. И если концентрация нитаратов в повседневных продуктах для взрослого человека может быть абсолютно нормальной, то повышенная, чуть-чуть повышенная концентрация нитаратов в продуктах, используемых в детском питании, может стать фатальной. Именно за счет активности вот таких вот бифидобактерий. Хотя на самом деле они являются крайне полезными, как и лактобактерии, для нашей с вами жизнедеятельности. Вообще, почему микробов полезны на самом деле? В чем лежит вот эта вот польза для человека и не только? Мы с вами говорили о том, что объем клетки микробов очень и очень маленький. Они сами обладают очень и очень маленьким размером. И, как и любой организм, они несут определенное количество наследственной информации, заключенной в ДНК. Она, конечно, структурно может отличаться от наследственной информации, располагающейся в клетках человека, но принцип один и тот же. В ДНК находится информация о белках, белках человека, которые выполняют различные функции. Структурные, иммунные. На самом деле их очень много, но главная функция из них — это ферментные. То есть способность белков разводить химические реакции. Собственно, основная функция ферментов. Один ген, один участок ДНК — это, по большому счету, один фермент, который проводит какую-то одну или несколько химических реакций. Количество генов, минимальное в клетках микоробов, как раз такой минимальный набор находится в клетках микоплазм, поскольку она является паразитом клеточным составом, составляет порядка 360 генов или что-то около того. То есть, по большому счету, у клетки микороба вот такого есть всего лишь 360 функций. Для сравнения, в клетках человека заключена информация, содержащая порядка 40 тысяч генов. То есть, 40 тысяч, скажем так, функций. То есть, казалось бы, мы с вами, организм гораздо более универсальный, чем бактерии. Но это не совсем так. Из-за такого вот большого видового разнообразия микоробы внутри, скажем так, своей группы очень и очень сильно отличаются генетически. Они несут гораздо большее разнообразие ферментов и, соответственно, функций, чем мы с вами. И суммарно количество функций, количество генов микоробов, находящихся в теле человека, в 360 раз больше, чем наших с вами генов. Это значит, что микоробы, по большому счету, умеют в 360 раз больше, чем мы с вами. И этим они и полезны. Что это означает? Они могут и разлагать, и создавать гораздо больше спектра веществ, полезных или не очень, для нас с вами. С этим связаны, наверное, особенности питания в целом человека. Учеными было выяснено, что в нашем с вами кишечнике, в толстом кишечнике, находится очень разный микоробный, говорят ученые, микоробный пейзаж. Если сказать честно, то от человека к человеку он отличается не очень сильно, если взглянуть поверхностно. То есть, в принципе, набор, скажем так, типов микоробов, он примерно одинаковый у нас всех. Но от человека к человеку отличается соотношение типов данных микоробов. Именно поэтому мы обладаем абсолютно разной с вами физиологией. Именно в этом, в том числе, лежит отличие между... Ну, ученые, на самом деле, не очень любят об этом говорить, но в том числе, именно в этом лежит и некие национальные различия, поскольку количество и качество микоробов зависит от того, чем мы питаемся. То, чем мы питаемся, зависит от географической расположенности наших с вами поселений. И, соответственно, от географии зависит национальность. То есть, мы с вами все отличаемся, в том числе, и на микоробном уровне, не только на генетическом. Вот в одной из статей было приведено такое разграничение тех видов микроорганизмов, которые преобладают в нашем с вами кишечнике. На бактероидов, ревотыл и руминококков. Чем они отличаются? Они отличаются своим типом питания. Вот если бактероиды более предпочитают пищу животного расхождения, если сказать грубо, то белки, мясо, скажем так, то руминококки отличаются от них тем, что предпочитают более растительные волокна. Посередине ревотылы вообще штука очень непонятная, потому что у кого-то из людей их находили, у кого-то нет. Поэтому достоверно непонятно, а есть ли вообще они у нас всех. И вот, соответственно, имея различный набор таких микроорубов, по большому счету они определяют в какой-то степени наше питание. И они определяют в том числе и эффективность усвоения у нас с вами различных веществ. От этого будет зависеть очень во многом наша физиология. В какой степени она на самом деле зависит от этих микроорганизмов? То есть чем вообще занимаются внутри нас эти микроорубы? Мы знаем, что у нас есть микроорубы разных типов. Мы знаем, что в каждом из нас есть разное соотношение микроорубов. Давайте попробуем понять, за что они ответственны у нас с вами. Наверное, первое и главное такая вот баечка, которую я слышал. Дескать, при поедании, при употреблении сельдиарея человек тратит на его переваривание энергии больше, чем получает из, собственно говоря, вот этого кусочка сельдиарея. Если говорить с химической точки зрения, тезис абсолютно верный. Но человек – существо очень сложное, находящееся в симбиозе с микроорганизмами. И на самом деле это вовсе не так. Человек действительно тратит на переваривание сельдиареи и любой растительной пищи энергии больше, чем он из нее получает. Но основная и главная функция микроорубов – это доедание за нами того, чего мы не смогли переварить. И вот микроорубы замечательно переваривают растительные волокна, целлюлозу, клетчатку, получая из этого энергию. И, соответственно, в том числе передавая эту энергию нам. Считается, что порядка 20% всей энергии, которую человек получает из пищи, идут из микроорубных клеток. То есть они переваривают растительные волокна, человек не может их переварить. Соответственно, разводят для себя какие-то полезные вещества, и далее уже они поступают в клетки кишечника человека, давая тем самым нам вот эти 20% энергии. Еще очень интересную байку, скажем так, касаемо вегетарианства я очень часто слышу. Если честно, о вегетарианстве и прочих вот таких вот особенностях мы можем поговорить позже, наверное, в дискуссионном плане. Но на самом деле в этом нет ничего плохого, по большому счету. Об этом позже. Касаемо вот такой вот позиции. Питание только растительной пищи. Есть аргумент, что, дескать, жвачные животные, например, коровы, питаются исключительно растительной пищей, имеют огромное число энергии из этого и живут замечательно. Поэтому мясо им не нужно. Но тезис, конечно, верный. Но давайте будем честны. Такие животные получают энергию на самом деле не из-за растительной пищи. Желудок таких животных разделен на четыре очень большие секции. По большому счету это такой огромный родильный чан, в котором, если говорить биологическим языком, происходит ферментация. То есть процесс переваривания микробами той растительной пищи, которую эти животные потребили. И далее эти животные уже питаются биомассой тех микроорганизмов, которые смогли скушать все вот эти вот растительные компоненты. Поэтому такой тезис, конечно же, будет не совсем верный. Итак, что мы из этого выяснили? Первая и главная, наверное, функция микробов в нашем с вами теле – это переваривание того, что человек не смог переварить. И, соответственно, получение энергии и каких-либо веществ. Вторая функция. На этом флоте находятся жители Чукотки. Жители северных районов. Их на самом деле довольно там различное число племен, различное число родностей. Но их объединяет особенность питания. Дело в том, что растительной пищи в таких регионах крайне мало. И, сказать честно, именно растительная пища дает большое разнообразие микробов в нашем с вами теле. Вот северные народы получить такое разнообразие микробов не могут. И пытаются из этого выходить, скажем так, способами. Естественно, они, наверное, несознательные для них, но с биологической точки зрения они абсолютно объяснимы. Питаются они в основном животной пищей. Микробов у них мало. И в кухне народов Севера есть такое интересное блюдо под названием капальхем. Блюдо это для нас с вами абсолютно непонятное. Состоит оно из мяса животных, которое на долгое время закапывают в землю. Ферментация проходит в течение нескольких месяцев. До, скажем так, от теплого сезона до следующего теплого сезона. И северные народности после вот такой вот ферментации. Для нас с вами это мясо будет абсолютно испорченным, невкусным. В скандинавской кухне есть подобные блюда на основе рыбы, например. Абсолютно ферментированные до состояния нами с вами непонятного. Которые северные народности вот так вот употребляют. Казалось бы, зачем есть испорченное мясо или рыбу? Ферментации и вот эта вот порча обусловлены именно микроорганизмами. И таким образом они вносят, скажем так, в свой рацион некое разнообразие. Но разнообразие на самом деле не микробное. Эти самые микробы, которые ответственны за порчу продуктов, в том числе разводят и создание каких-то полезных веществ, например, витаминов. Именно микробы в нашем с вами теле ответственны за производство витаминов группы В, например. Обеспечивая полностью наши с вами потребности. И вот таким вот образом, либо получая микробов и витамины, и полезные вещества извне, либо культивируя их внутри с вами, мы наполняем наш рацион полезными веществами. Это вторая глобальная функция микробов. Разводство витаминов, аминокислот и биологически активных веществ. Третья, скорее, не функция, а, скажем так, особенность. Микробы могут влиять очень сильно на наше с вами функциональное состояние. За функциональным состоянием я понимаю, ну, скажем так, физическую форму. Наличие у нас с вами либо лишнего веса, либо его недостатка. Такое то, что встречается. Ученые провели очень интересный эксперимент. Они работали с экспериментом, который был проведен порядка уже лет 15 назад, если не больше. Ученые работали с мышами, которые изначально в момент своего рождения полностью были лишены микробиоты. То есть это были стерильные мыши. Процесс получения линий таких мышей довольно сложный, но, тем не менее, это возможно. То есть они были полностью лишены микробов. Это была одна группа. Еще две группы были мыши, имеющие наследственно более высокую массу тела, имеющие какой-то компонент, может быть, даже ожарения. И вторая группа — это, соответственно, мыши, которые абсолютно не имели какого-либо лишнего веса. Ученые сделали пересадку микробиоты. Соответственно, пересадка вот такой эксперимент, когда условно худым мышам пересаживали микробиоты полонных мышей, полным мышам худых мышей. Как вы, наверное, уже догадались, мыши поменялись местами. И оказалось, что микробиоты способны вот так вот влиять на нашу с вами массу. Для стерильных мышей было показано абсолютно то же самое. То есть внесение туда микробов от полных мышей делало их полными, от худых — худыми. С чем это связано? Дело в том, что вот те самые 20% энергии от микробов могут иметь очень большой вклад в нашу с вами массу и в энергетический баланс нашего с вами организма. И у кого-то микробы активнее, у кого-то менее активные. Соответственно, употребляя одно и то же количество пищи, два разных человека, имеющих два разных набора микробов, получают абсолютно разное количество энергии. Именно этим объясняется то, что девушка, которая хочет похудеть, но тем не менее кушает только овощи, никак не может, к сожалению, это сделать. Потому что ее микробы крайне активны, они способны максимально эффективно перерабатывать ту пищу, которая поступает в ее организм. Такое тоже случается. На самом деле ученые сейчас пытаются найти способы, как решить эту проблему. Хотя проблема на самом деле лежит вовсе не в области лишнего веса, а в области в целом здоровья пищеварительного тракта. Еще одна функция микробов. Она, как бы это сказать, опять же, я очень боюсь показаться, скажем так, ненаучным, показать какую-то ненаучную информацию, но на самом деле это абсолютно так. Здесь нет ничего сверхъестественного или что-то подобное. Вот на этом фото изображена девушка, которая кушает йогурт, и у нее вот такое вот замечательное настроение. Есть статьи, описывающие то, что микробиота человека может в том числе моделировать наше с вами настроение. И по большому счету, если говорить шутя, то то, что мы с вами скушали на завтра, может сделать наше с вами настроение на целый день либо хорошим, либо плохим. Казалось бы, тезис антинаучный. В чем правда? Дело в том, что микробы, как и мы, с вами общаются. И общаются они очень эффективно и хорошо. Мы с вами общаемся посредством вот такого вербального общения, используя язык. А микробы... Язык микробов — это выделение химических веществ. Выделение веществ, подобных нашим с вами гормонам, нашим с вами биологически активным веществам. Микробы в нашем с вами кишечнике точно так же общаются между собой. Есть даже такое понятие у микробиологов. Называется оно «кворум сенсинг», то есть чувство толпы. Вот вы знаете, когда, допустим, много людей собирается в одном месте, например, на демонстрации какой-то или что-то подобное, кто-нибудь один начинает заводить толпу, у толпы возникает какой-то порыв, ну и все находятся в одинаковом эмоциональном состоянии. Вот у микробов точно так же. Микробные клетки выделяют в среду постоянное количество какого-либо вещества, сигнального вещества. Например, пять молекул в секунду. Очень условно скажем. И в то же время клетки микробов оценивают, сколько, какое количество молекул находится в среде сейчас. То есть она одновременно и выделяет молекул, и пытается их, и, скажем так, их ощущает, какое количество их находится в среде. Если их очень мало, клетка понимает, что она одна, что больше рядом никого нет. Если вот этих сигнальных молекул очень и очень много в среде, микробные клетки понимают, что их тут целая толпа, целая колония, скажем так, если говорить микробиологическим языком. И именно в тот момент, когда микробные клетки понимают, что их очень и очень много, они, например, начинают процесс выделения токсинов. Одна микробная клетка никогда не начнет процесс выделения токсинов для того, чтобы осуществить процесс, скажем так, инфекционного заболевания. Только если микробных клеток много, они начнут этот процесс, они будут знать, что этот процесс пройдет очень и очень эффективно. Вот таким вот образом они общаются. Вещества, которыми они обмениваются между собой, как я сказал, они очень и очень похожи, ну, для тех микробов, которые живут внутри нас, конечно, на гормоны человека, на дофамин, например, и на сиротонин. Это вещества как раз, которые ответственны за моделирование нашего с вами настроения, эмоционального состояния, поведения в какой-то степени, поведения в опасности, например, риналин. Таким образом, естественно, что если микробы постоянно выделяют данные вещества в свою среду обитания, которая является кишечником, клетки нашего с вами кишечника точно так же воспринимают человек веществам, которые выделяют микробы. Если сказать очень грубо, то если нашим с вами микробам хорошо, то хорошо на эмоциональном уровне будет нам с вами. Именно поэтому считается, что употребление таких кисломолочных продуктов в том числе способствует и выделению серотонина и дофамина для улучшения нашего с вами настроения. Естественно, что это не работает мгновенно, но тем не менее закономерность в этом абсолютно научная и четкая имеется. Последняя, наверное, главная функция микробов, это мы о ней с вами чуть-чуть уже поговорили, это функция питательная. Как раз об этих 20% энергии, которые мы с вами получаем. Дело в том, что продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, живущих внутри нас с вами, являются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты или летучие жирные кислоты. Ацетат, парапионат и бутерат. Для микробов они, конечно, тоже являются источником питания, но не таким интересным, как для нас с вами. Именно эти вещества являются ключевым энергетическим субстратом для колоноцитов, то есть клеток нашего с вами кишечника. И в том числе они обладают некой регуляторной ролью, например, регулятором метаболизма для процессов, например, обмена в печени в том числе. Ну и энергетическим субстратом, если честно, не только для клеток кишечника, но и для всех клеток, которые существуют у нас с вами. Эти вещества очень легко попадают из расцвета кишечника в кровь. И, соответственно, обмен такой энергетический происходит очень и очень легко. Именно поэтому микробное население на самом деле внутри нас вот так вот важно, поскольку обеспечивает оно целый такой вот букет функций. Что нам со всем этим делать? И как нам, скажем так, правильно существовать в мире микробов, а микробов внутри нас с вами? Наверное, первый, самый базовый тезис, о котором я всегда говорю, это употребление антибиотиков. Я думаю, вы прекрасно знаете, что такое антибиотики и в каких случаях их назначают. Дело в том, что большинство из них это, конечно, вещества, обладающие некой специфичностью, но в какой-то степени выкашивающие все население нашего с вами пищеварительного теракта. Дело в том, что антибиотики, конечно же, обладают избирательностью на какую-то, допустим, когда их выписывают при лечении какого-либо, например, реинфекционного заболевания, стараются выбирать тот антибиотик, который действует направленно на именно один вид микробов. Чаще всего это невозможно. Чаще всего антибиотики имеют гораздо более широкий спектр действия. И после антибиотикотерапии наше с вами микробовое население практически, я бы не сказал, что полностью, но в значительной степени уничтожается. Это, конечно, процесс плохой, но это абсолютно не является причиной отказа от данных антибиотиков. В целом от антибиотикотерапии. Большинство инфекционных заболеваний невозможно победить без антибиотиков. Это факт. Но применять, что самое главное, что самое ключевое, надо их с умом. Первый, наверное, и главный тезис — это употребление исключительно по рекомендации доктора. Самостоятельный порием абсолютно не является пориемлем. Не только потому, что это может быть опасно для нашего микроорбиота, но главным образом потому, что это будет неэффективно для той группы микроорганизмов, которые вызывают заболевания у конкурентного человека. Второй, наверное, важный тезис. Дело в том, что человек, который принимает антибиотики неконтролируемо, он в какой-то степени вносит свой вклад в то, что когда-либо антибиотики перестанут быть эффективными. Как это происходит? Дело в том, что микроорубы это, наверное, самые эффективные в плане приспособления существа на нашей планете. Они могут приспособиться к любым условиям. И точно так же за счет своего генетического разнообразия. И за счет более, скажем так, активного деления. Если у человека одно поколение сменяется за минимум за 20 лет, то у микроорубов этот рог 20 минут, как мы уже с вами сказали. И, соответственно, число мутаций в ряду данных поколений оно будет гораздо больше. Чем больше генетических мутаций, тем выше вероятность того, что микрооруб приспособится к каким-то неблагоприятным условиям. Воздействуя на микроорубов антибиотиками, в какой-то момент они становятся к ним резистентными, то есть абсолютно устойчивыми. В популяции микроорубной такой микрооруб, такая клетка может возникнуть только одна. Например, одна всего лишь. Если мы обрабатываем антибиотиками целую группу, большое число клеток, то устойчивая может быть останется только одна. Но она даст потомство. И потомство она даст очень быстро. Соответственно, вся колония, вся эта группа микроорубов точно так же станет устойчивой к данному антибиотику. С 30-х годов 20-х, когда антибиотики были впервые найдены, изобретены, синтезированы, их количество стало абсолютно огромным. И точно так же, параллельно с этим количеством, параллельно снизилась их эффективность. Те антибиотики, которые употребляли в начале 20-го века, сейчас абсолютно неэффективны для лечения каких-то заболеваний. Условно, если все раньше можно было вылечить пенициллином, сейчас это, к сожалению, абсолютно невозможно. Микрообы за 80 лет или чуть больше абсолютно приспособились к его действию. Таким образом, человек, который принимает антибиотики неконтролируемо, он культивирует внутри себя клетки резистентных микрооробов и начинает обмениваться ими с другими людьми. Вы понимаете, к чему это приводит? Это приводит к тому, что резистентных клеток становится все больше и больше, и ученым нужно искать новые и новые антибиотики. Если в 20 веке антибиотики появлялись с очень высокой скоростью, то сейчас процесс очень и очень медленный. Их пытаются химически синтезировать, пытаются находить новые формы, но, к сожалению, запас их эффективности возможно близок к исчарпанию. И считается, что в какой-то момент все антибиотики перестанут быть эффективными. Это естественный процесс эволюционный, но человек, к сожалению, таким безответственным способом его стимулирует. Должен сказать, что, к счастью, в российском подходе к медицине не все так печально. На Западе, на самом деле, эта проблема гораздо актуальнее, потому что, сталкиваясь с западными методами лечения, мы абсолютно точно знаем, что там при любом подозрении на растуду или любом подобном несложном заболевании назначают антибиотики. У нас пытаются лечить более, скажем так, консервативными методами. И вот именно там, именно в западном таком стиле лечения возникает вот такая вот проблема резидентности к антибиотикам. Но поскольку мир наш, поскольку люди с разных континентов замечательно обмениваются как информацией, так и микробами, эта проблема действительно актуальна для всех из нас. Про антибиотики вроде бы все. Второй тезис — это то, как нам с вами ухаживать за нашими коробами и как их держать в каком-то, скажем так, постоянно активном, постоянно живом состоянии. Наверняка вы слышали из каких-то, может быть, научно-популярных лекций или лекций, или передач на ТВ два термина — про биотики и про ребиотики. Отличие всего в одной букве, но отличие функционально крайне большое. Про биотики — это, скажем так, вещества, это продукты, которые содержат живые клетки микробов в достаточном количестве, и именно тех микробов, которые оказывают положительное влияние на наше с вами состояние. К про биотикам относятся практически все кисломолочные продукты. Главное, чтобы они содержали живые клетки микроорганизмов. Второй термин реабиотики описывает те вещества, которыми микробов питаются. Вещества эти несколько специфичные. В основном это растительные волокна, и главным образом это растительные волокна, которые не перевариваются организмом человека. То есть растительная пища, растительная пища рознь. Если, например, картофельное пюре является продуктом абсолютно растительным, то его пищевая ценность для бактерий очень низкая. Дело в том, что содержит он по большей части крахмала, который нами с вами замечательно переваривается. А вот какие-либо продукты, например, содержащие большое количество клетчатки, являются для микробов отличной пищей. Мы с вами ее переварить не можем, а вот они могут сделать замечательно. Например, различные продукты, даже не знаю, как это описать. Наверное, травы, можно сказать, какого-либо типа. В том числе это могут быть и плоды. Главное, чтобы они содержали вот такие растительные волокна. Между этими двумя терминами есть некое связующее звено под названием симбиотики. Это продукты, которые одновременно содержат и микрорубы, и пищу для них. Отличным примером данных продуктов является квашеная капуста. В процессе квашения главными микроорганизмами, которые находятся в квашеной капусте, являются молочно-кислые бактерии, которые разводят одновременно со сквашиванием большое число витаминов. Квашеная капуста — отличный продукт для повышения иммунитета и восполнения запасов, например, витамина С в том числе. В то же время для микробов капуста является отличным питанием. Она содержит большое количество клетчат, и таким образом, отребляя такой симбиотик, мы получаем два в одном. Такую замечательную пилюлю. Сейчас в аптеках можно найти огромное число препаратов, как раз восполняющих недостаток микроорганизмов в нашем с вами рационе, в нашем с вами питании. Тут, я думаю, не надо называть какие-то торговые марки. В принципе, вы наверняка слышали о них. Данная штука, я могу назвать ее абсолютно полезной. Но когда у вас есть выбор скушать, скажем так, какой-либо кисломолочный продукт, растаквавшую или йогурт, лучше предпочесть, конечно, натуральный продукт. Поскольку, во-первых, вы можете употреблять и симбиотический продукт, дающий в том числе и питание для микробов. Во-вторых, микробов в таком случае находятся в более активной форме, и попадают в кишечник, они, на самом деле, гораздо более активны. С попаданием в кишечник у микробов извне есть очень большая проблема. Если в толстом кишечнике для них создаются идеальные условия, там тепло, влажно, нет кислорода и много питания, которое постоянно проходит через толстый кишечник. В общем, все бы согласились обитать в таком местопитании, мне кажется. На пути к этому раю микробному на самом деле есть очень агрессивная среда желудка, где кислотность ранее низкая, по аж порядка двух, где работают ферменты, которые, кстати, работают в том числе и в тонком кишечнике. И вот такая вот рюкорада не позволяет микробам прорваться в замечательную такую среду обитания. Которые несут в себе микробов какие-либо еще вещества, они в этом плане им помогают добраться до толстого кишечника. И как раз, если вы кушаете пилюлю с микробами, по факту они там ничем не защищены. Если вы кушаете, например, йогурт, вот этот молочный белок, казеин и вот такая вот форма, она как раз позволяет микробам добраться до толстого кишечника. Дело в том, что под воздействием кислотности, под воздействием ферментов казеин сворачивается, образует некую такую оболочку для микробов. Поэтому употребление кисломолочных продуктов для восполнения микробного запаса гораздо эффективнее, чем употребление каких-либо фармацевтических продуктов. За исключением, естественно, какой-либо высокой надобности. Очень важным моментом в питании данными продуктами является регулярность. Дело в том, что в соответствии с большинством исследований, которые проводились в связи с употреблением кисломолочных продуктов, считается, что единовременный прием такого продукта практически не дает эффекта. То есть до толстого кишечника все-таки добирается очень маленькое число бактерий, и положительное влияние они по большому счету не могут. Но если мы это делаем регулярно, каждый день, мы постоянно восполняем вот такой вот микробный запас. Соответственно, употреблять такие продукты стоят максимально регулярно и максимально постоянно. С этим связано, кстати говоря, так называемое понятие микробиота у нас бывает облигатное и транзиторное. То есть облигатные микробиоты это те микробиоты, которые постоянно живут у нас с вами. Но вот транзиторное, это та, которая попадает извне и, соответственно, в какой-то момент уходит из нашего с вами организма. Вот считается, что микробиоты, попадающие с такими продуктами, обитают в теле человека порядка месяца и постепенно выходят из нас с вами. Именно поэтому важна такая регулярность. Что еще стоит сказать о таких продуктах и о важности микробов наверное в нашей с вами жизни. Дело в том, что дисбактериоз, такое заболевание, опять же, часто встречается в рекламе, вот этот термин, он на самом деле применительно к рекламе не совсем верный, поскольку дисбактериоз в организме человека это очень-очень серьезная напасть, очень большая проблема. Встречается такое заболевание достаточно часто. Также существует так называемое заболевание болезненька рона. Это синдрома раздраженного кишечника, по большому счету это воспаление как раз стенки толстой кишки. И оно не позволяет человеку вести нормальную какую-то жизнедеятельность. Это заболевание ранее болезненное и далеко не всегда удается каким-либо образом его вылечить или скорректировать. Ученые действительно ищут подходы внесения микробных клеток в тело человека, в том числе с питанием. Но, как я уже сказал, такой процесс не всегда эффективен. И, если честно, мы не всегда можем сказать, а какие микробы точно нам нужны с вами. Именно поэтому в последние годы появился такой подход к лечению заболеваний толстого кишечника, сейчас в принципе термин абсолютно медицинский, называется он фекальная трансплантация. Дело в том, что микробы здорового человека, микробы кишечника здорового человека это очень ценный и интересный материал с точки зрения биологии. Он действительно может помочь восполнить вот этот вот дисбиоз, дисбактериоз и вылечить данное заболевание. Как ученые подходят к такому методу лечения? Они забирают образцы микробов у здорового человека. Либо это могут быть микробы того же самого человека. Например, он может это сделать в порог, скажем так. Можно отобрать образец, заморозить его и, соответственно, если у человека возникает какое-либо заболевание пищеварительного тракта, микробы из его же здорового кишечника достаются из коллекции, хранятся они по низкой температуре, соответственно, переводятся в некое активное состояние и вводятся в толстый кишечник, тем самым формируя нормальную здоровую микробиоту, того же самого человека. Либо такая-то расплантация проводится у другого человека с заведомо здоровым пищеварением, с нормальным функционированием и, соответственно, тоже обладает подобным эффектом. Подход, конечно, интересный, но на самом деле он крайне действенный и спас уже немало жизней. И вот если говорить модными словами, это вот такой вот ремень, наверное, биохакинга в жизни человека. Что получается? Микроби для нас с вами крайне и крайне важны, окружают они нас повсюду, даже внутри нас, несут множество-множество функций, поэтому призываю вас о них заботиться, любить свою микробиоту и не бояться чужих. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Илья. Спасибо огромное. Очень интересная лекция. Пожалуйста, у кого есть вопросы, поднимайте руки, я подойду с микрофоном. Отлично. Да, вот только как я подойду вопрос. Да, спасибо. Здравствуйте, Илья. Спасибо за лекцию. Вы говорили про безопасность вегетарианства, но вы не думаете, что вы сами себе противоречите, потому что, опять же, мы не будем кормить своих бактерий мясом и, соответственно, они начнут погибать. Плюс, мне кажется, вы очень сильно переборщили, потому что вегетарианство реально очень опасно. Просто я вам порекомендую канал Бориса Атацулина на Ютубе. Посмотрите. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. На самом деле я в этом вопросе пытаюсь быть максимально толерантным к обеим группам, скажем так, воинствующих сторон. На самом деле основные тезисы, которые я бы хотел озвучить. Во-первых, человек в принципе ох, как бы это так помягче-то начать. Что самое главное? Главное, что это должен быть осознанный выбор для человека и не стоит приучать к такому типу питания детей, поскольку в грудном возрасте, поскольку в младенческом возрасте, поскольку в раннем школьном возрасте человек крайне нуждается в белковой животной пище. Это обязательные условия, без этого никак. Второй тезис. Подбирать, конечно же, тип питания стоит, исходя из своих функциональных особенностей. Естественно, проконсультировавшись врачом-диетологом, если для вас конкретно данный тип питания подходит, это хорошо. Вы можете его передерживаться. Питаться исключительно мясом плохо, питаться исключительно растительной пищи тоже может быть не очень. Важен баланс, здоровый баланс всех поступающих к нам веществ. Ну и, наверное, последний тезис. Опять же, я не являюсь сторонником вегетарианства, но, тем не менее, человек с растительной пищей, хороший и разнообразный, получает, в принципе, большую, 90, наверное, 9% необходимых питательных веществ. Здесь очень важно некое дополнение. Дело в том, что для жителей северных территорий это некорректно. У нас с вами рацион имеет ранее низкое разнообразие растительного рациона. А вот жители южных регионов мира, во-первых, они имеют гораздо больше разнообразия пищи, поступающей к ним. Во-вторых, питание растительной пищи в принципе позволяет им компенсировать энергетический баланс. То есть днем в течение своей жизнедеятельности они тратят гораздо меньшее число калорий, чем мы с вами находясь в холодном климате. Поэтому для них это более актуально. Резюме. Не стоит, наверное, подходить к этому с таким вот полярным подходом. Во всем, наверное, нужна мера и баланс. Спасибо. Еще вопросы? Да. Спасибо вам большое за лекцию. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как правильно утилизировать и по уму бытовые антибиотики. И вот, допустим, когда антибиотики подошли к концу, как в нашей стране, куда их девать, чтобы нанести наименьший вред окружающей среде. И вот всему же вам. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот с точки зрения экологии, я, признаться честно, никогда не сталкивался с таким вопросом и никогда не задумывался о том, а как утилизировать антибиотики, которые у нас с вами остались. Это очень интересная мысль. Ну, давайте подойдем к вопросу, так сказать, с точки зрения того, что знает наука. Во-первых, все антибиотики, как и биологические вещества, имеют некий сорок жизни, сорок годности. Под действием времени, под действием химического окисления, они постепенно разрушаются. Ну, всегда вы можете найти на любом лекарственном средстве некое указание сорока годности. Один-два года. После этого препарат является неэффективным, поскольку расходник окисления, химическое разрушение. То есть, постепенно все-таки он разрушится в природе. Если говорить о том, как утилизировать данное вещество, ну, не стоит, наверное, здесь прилегать к каким-то специальным мерам, но вообще стоит, наверное, задуматься о какой-то утилизации отдельно от бытовых отходов, если честно. То есть, это вопрос дискуссионный и, наверное, в какой-то степени необходимый. Еще? Иду. Спасибо вам за лекцию. Спасибо. тоже продолжая тему того, как мы нашим поведением делаем себе популяции плохо, в частности, с антибиотиками. А возможно ли обратная ситуация? То есть, можно ли настроить, чисто гипотетически, невзирая на какие-то социальные, гуманные взгляды и так далее, настроить как-то поведение людей так, чтобы те микроорганизмы, которые вызывают у нас сейчас заболевания, каким-то образом эволюционировали так, чтобы либо стали нам полезны, либо вообще нас перестали бы трогать? Это интересный вопрос. Спасибо. Вы знаете, такой подход, он интересен, но он в какой-то степени противоречит некоему эволюционному течению. Дело в том, что патогенные микроорубы, ну, как сказать, для нас с вами они являются плохими. У нас с вами они вызывают заболевания. Для нас это очень плохо. Но с точки зрения эволюции, по большому счету, они просто питаются определенной группой веществ, и для них это нормальная физиология. В этом нет ничего плохого, как и в том, например, как и во взаимоотношении хищных жертв и порочих порочих. Для человека, конечно же, это плохо. Как моделировать эту ситуацию? Ну, до конца непонятно, поскольку изменить перевести микроорубов патогенных в разряд непатогенных, но это довольно сложная история. Генетически это возможно, но мы с вами не можем модифицировать генетически всех микроорганизмов на нашей планете. Это, по большому счету, просто невозможно. Мы можем создать каким-либо образом условия, в которых они не смогут вызывать заболевания, не смогут осуществлять развитие инфекции, но вот как-то внедрить, скажем так, какую-то изменчивость в них, я боюсь, что невозможно. Вопросы? Скажите, пожалуйста, каково среднее время жизни в кавычках антибиотика? От начала, от того, как он эффективен в медицине и до того, как его приходится изымать. Спасибо. В 20 веке время эффективности составляло порядка, мне кажется, я думаю, что порядка десятков лет. Сейчас время изменилось. Для новых антибиотиков, которые создаются вновь и вновь, она составляет реактивным использованием, я думаю, что меньше десятка лет. И, опять же, исходя из ТВ, информация из газет часто пишет о том, что якобы в Штатах из образцов, выделенных из больниц, из клинических образцов, найдены микробы, абсолютно не подвержены действию каких-либо антибиотиков. То есть, вот этот процесс, который мы наблюдаем прямо сейчас. Такое возможно. так, еще, да, можно. Спасибо большое за лекцию. Мне вот интересно, вы говорили то, что бактерии очень часто делятся. Получается, что наш организм может как-то регулировать их жизнедеятельность, или у них постоянно сменяются популяции? вот как это происходит в организме непосредственно. То есть, вы хотите, если я рефоризирую ваш вопрос, почему у нас еще до сих пор не порвало от этого количества микробы? грубо говоря, да. Ну что ж, давайте по руму разобраться. Если говорить с биологической точки зрения, то 90% массы наших с вами отходов жизнедеятельности это масса микробы, а не масса продуктов, которые мы с вами скушали. То есть, поскольку наш с вами организм является таким, конечно же, домом, но с одной стороны, но и вот такой транзитной точкой для микроробов, употребляя их небольшое количество, расходят деления активные, и, соответственно, лишняя биомасса микроробов попросту удаляется понятным, я думаю, всем физиологическим путем. Регулируется этот процесс в первую очередь тем количеством питательных веществ, которые поступают у нас с пищей. И в микробиологии есть такое устройство, понятие под названием ферментер. Это некая емкость, в которой создаются оптимальные условия температуры, влажности, содержание питательных веществ, куда подается питательная среда, вносятся необходимые микроробы и происходит процесс выращивания микроробов. Так, например, получают биомассу для выделения каких-то витаминов, гормонов, инсулина, например. И, соответственно, по мере роста микроробов, по достижении какого-то их количества весь объем ферментера частично сливается, вносится новая питательная среда и происходит постоянное замещение всех веществ с примерно одинаковым содержанием микроробов. Вот человек с биологической точки зрения точно такой же ферментер. В нем созданы подходящие условия, в нем подобран баланс поступления питательных веществ, и именно поэтому количество микроробов у нас с вами плюс-минус будет постоянно. Да, сейчас. У меня такой вопрос, каким образом эффективна пастеризация, потому что есть микробы, для уничтожения которых требуется температура чуть ли не больше 100 градусов, с одной стороны, а с другой стороны всего 50 градусов достаточно, чтобы избавиться. Как же это получается? Можно во всех случаях при пастеризации избавиться от патогенных микробов. Спасибо. На самом деле процесс пастеризации и стерилизации это два абсолютно разных процесса. Давайте попробуем характеризовать каждый из них. Пастеризация это нагоревание до 50-70 градусов для главным образом сохранения полезных свойств продукта. Например, для того, чтобы витамины или аминокислоты, содержащиеся в нем, остались в том состоянии, в котором были. То есть остались полезны для нас с вами. При нагоревании до 50-70 градусов выживают исключительно так называемые вегетативные формы микробов, то есть активные клетки. Очень часто для переживания неблагоприятных условий у микробов есть так называемые споры. То есть это очень толстая оболочка, в которой микроб может заползти, если говорить грубо в случае наступления каких-то неблагоприятных условий. По стерилизации убивают только вегетативные клетки, оставляя покоящиеся формы микробов. стерилизация это процесс бывает на абсолютно разного типа. Если взять например классический метод стерилизации влажным воздухом, паром, это нагоревание до температуры порядка 120 градусов. В лабораторной практике все инструменты, все материалы нагореваются до температуры 120 градусов. И такой процесс убивает практически все вегетативные формы и практически все покоящиеся формы. То есть делает продукт стерильным. Почему применяется постерилизация? Главная причина это расхранение полезных свойств. Если мы говорим, что продукт у нас постеризованный, это не значит, что он стерильный. Вполне возможно, в нем находятся какие-либо в частности покоящиеся клетки микробов там точно находятся. Именно поэтому продукты постеризованные имеют ограниченность руха ранения порядка нескольких месяцев. Продукты стерилизованные в процессе их изготовления, например, тушенка наверное самый главный премьер, она имеет гораздо больше рухгодности порядка нескольких лет. Именно в этом отличие постеризации и стерилизации. То есть постеризация не убивает всех микробов, но позволяет продуктам храниться намного дольше. Спасибо. Еще руки. Спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу слайда, где были северяне, которые ели ферментированное мясо. То есть для них это по вкусу было нормально. И я бы хотела понять, это как-то бактерии влияют на восприятие вкуса или какие-то другие физиологические процессы позволяют им это есть и не позволяют это делать нам. Спасибо. Вы знаете, тут даже проблема ведь не только в том, что это банально невкусно. Для нас с вами это может быть даже опасным. Действительно есть истории, когда полярники, когда геологи находились в какой-то экстремальной ситуации и северные народы пытались им помочь их накормить, кормили их своими национальными продуктами и это приводило к смерти европейцев. Для них это абсолютно нетипичная пища. С чем это связано? Это многолетняя адаптация к такому типу питания. То есть человек употребляет естественно, что детей такими продуктами северные народы не кормят, но постепенно вводит в их рацион такие продукты питания. По чуть-чуть, понемножечку. Соответственно, по ростлению человек привыкает к этому вкусу и он не кажется ему таким реальным. это работает не только с вкусовой точки зрения, но и с биохимической. Употребляя понемногу такие вот вещества, которые являются вредными и, скажем так, крайне опасными для нас с вами, организм привыкает их метаболизировать, то есть разрушать. И, соответственно, уже в ростлом состоянии употребляя такие продукты, они являются не только безвредными для них, но и вкусными. Вот так это и выходит. Вот, девушки, да, вопрос. Спасибо. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот, если, допустим, теоретически человека избавить от всей микрофлоры, насколько это фатально, насколько человек сможет прожить без этого? Просто вот интересно всегда было. Спасибо. Вы знаете, процесс этот, процесс избавления от микроорбиоты, он крайне сложен. Для человека я боюсь, что никогда таких эпизодов не применялось, и это банально невозможно, наверное, если для мышей ему можно контролировать этот процесс, то для человека даже в момент рождения он уже, получается, уже может быть обсеменен и создать, скажем так, некий пузырь рук человека, который позволит ему находиться в абсолютно стерильном состоянии, он практически невозможен. Есть примеры, когда людей намеренно рождают от воздействия микроорганизмов, таким образом делая их стерильными в какой-то степени. Не стерильными, а вооруженными гораздо меньшим числом микрооробов. Что происходит в этом случае? Например, вы знаете, здесь главное значение имеет не то, что внутри человека не будет микрооробов, а то, что он не будет приспособлен к контакту с чужими микрооробами. Дело в том, что одна из функций, на самом деле, о которой я сказал может быть очень мало или не сказал вовсе, это функция иммунная. Дело в том, что микрооробы, находящиеся у нас с вами, они моделируют активность нашего с вами иммунитета и держат его постоянно в состоянии максимальной готовности к каким-то инфекциям, к каким-то патогенам. И если в силу отсутствия контакта с микрооробами, в силу некой вот такой стерильности, он крайне подвержен воздействию любых микроорганизмов. То есть, по большому счету, человек, лишенный микрооробов, является у него на 90% будет отсутствовать иммунитет. И он не будет готов к контакту с чужими коробами. Это, наверное, это будет, наверное, если по тип питания как-то можно моделировать ситуацию, то вот в плане иммунитета это будет фатально. Да, вот здесь. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Спасибо. У меня такой вопрос вот как раз относительно питания и микрофлоры. Ну вот, вы говорили про то, что существуют разные народы с разной национальной кухней, и от зависимости от национальной кухни у разных народов разная микрофлора. Сейчас мы живем в эпоху глобализма, и сейчас получается, что мы можем пойти, грубо говоря, в супермаркет и купить любой продукт из любой точки света. Что-нибудь меняется сейчас внутри нас вот именно вот глобально в эпоху глобализма? Спасибо. Вы знаете, это очень интересный вопрос. Однозначно меняется. Однозначно меняется. Это процесс, наверное, жизни ни одного человека. Это процесс, длящийся десятилетиями. И действительно, из того, что люди общаются, люди ездят, меняют свою дисфлокацию, в том числе меняют дисфлокацию как раз продукты питания, которые попадают к нам, допустим, не знаю, фрукты из Таиланда, что-нибудь еще там, ну, такое вот. То, что в нашем рационе никогда не могло бы появиться. Действительно, спектр микробов в нас с вами меняется. И самый главный тезис, который характеризует это изменение, это унификация. Точно так же, как и унификация продуктов. То есть, микробы среднего европейца, среднего азиата и среднего американца, они постепенно, я думаю, что в процессе вот такой вот эволюции обмена, они плюс-минус равняются. То есть, специфическая микробиота, она по большому счету, опять же, это гипотеза, такой вот гипотетический тезис. Специфическая микробиота, конечно же, останется только у тех представителей народностей, которые изолированы от других национальностей, не в плане информационного, не в плане географического, а главным образом в плане питания. Спасибо. Еще вопросы будут? Да, можно. Все, можно. А что с микробами в космосе? До каких пор они там любят жить? И я просто знаю, что собирались с внешней обшивки МКС микробов, и вот откуда они там взялись. Спасибо. Ох, это вопрос, вы знаете, насколько дискуссионный, прям до невозможности, я бы сказал. Что мы точно знаем? Исследования проб с поверхности астероидов, с поверхности других планет не выявили на данный момент живых форм микроорганизмов. То есть, мы сейчас, с точностью 99 процентов можем сказать, что в космосе микробов нет. В живом состоянии. Вокоруг нас с вами, вокоруг нашей планеты находится атмосфера высотой порядка, ну, наверное, километров 400. Вот зона, где точно обитают микробы, она ограничена, наверное, высотой порядка 20 километров. То есть, микробы туда заносятся потоками воздуха. Они там есть, они оттуда высеваются, то есть, мы точно знаем, что они есть. В космосе на МКС микробы тоже однозначно есть. И попадают они, естественно, с поверхности Земли, можно так сказать. Вот я слышал такую теорию, что станцию МИР, по-моему, было это в 98-м году, если мне память не изменяет, затопили, исключительно из-за активности микроорганизмов, находящихся на этой станции. Дело в том, что в процессе ее, скажем так, вращения на орбите расходило порядка 15-20 лет. Микробы приспособились к такой вот радиации космической. Существовали они там замечательно, как вы понимаете, на космической станции помещение замкнутое, отличная влажность, есть продукты метаболизма человека, в общем, питание, есть питание, тепло, все отлично. Микробы постепенно селились на всех поверхностях и обросли буквально эту станцию. То есть ее пришлось затопить исключительно из-за вот такого повреждения и обсемнения микробами. Если говорить о внешней части космических кораблей, то микробы действительно... Такие исследования проводили у нас, в России, в Институте медико-биологических проблем. Ученые действительно высевали, пытались высеять микробов с поверхности, подверженной космическому излучению. У них это действительно получалось. Но это были земные микробы, которые были сначала подняты, потом опущены. Единственное, что они смогли выжить вот в таких вот условиях. Ставились эксперименты по выживанию микробов в условиях космоса. То есть в специальные капсулы помещались клетки различных микроорганизмов различного типа, плесени, рожей, бактерий. Такая вот капсула помещалась на внешнюю сторону космического корабля. Естественно, он поднимался, вот она вот крутилась в условиях вакуума, невесомости, очень жестокого излучения космического и, соответственно, момента сильного нагревания и превозвращения на Землю. Вот спорные формы микробов, бациллы, если я не ошибаюсь, какие-то формы плесневых грибов смогли выжить в таких условиях. То есть мы знаем, что в космосе на других планетах живых микробов нет, но выжить они, в принципе, теоретически там могут. И еще последний вопрос. Будет у кого-нибудь? Говорят, что я не там сидел. Имейте в виду в космосе. Ну я не, я не в виду на Марсе. Я там, где уже есть полутно. Вот, 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 вот. Это на самом деле очень большая проблема для исследователей. То есть если сейчас, допустим, на какую-то планету запускают марсоход, то первой и важнейшей стадии разработки космического корабля, разработки любого его находа, марсохода, является его полная тотальная стерилизация, чтобы никакой земной микроб не попал на другую поверхность, чтобы ученые случайно потом его там не обнаружили, не сказали, а вот может быть там есть жизнь на Марсе. Соответственно, все, что вылетает в космос на другие планеты, на другие объекты тотально стерилизуется. Для вот такого, для того, чтобы не получить ложные сведения. Но вообще не так давно НАСА обнаружило в своих вот этих чистых лабораториях некоторые бактерии, которые ничто не убивают, так что это действительно очень сложно. Так что да, этот тезис может быть абсолютно неверным. АПЛОДИСМЕНТЫ